И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севена, мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как в Final Fantasy IX. В предыдущей серии мы с вами добрались до деревни Дали. Так, если вы это слышали, извините. До деревни Дали, походили тут, выяснили, что похоже нас кто-то хочет сдать. И в общем-то сейчас мы продолжаем исследовать эту деревню и заодно будем думать, как отсюда же выбраться же ж. Так, а сейчас я думаю мы затаримся немножко. Оружием, раз уж нам дают. Что-то как-то... Ммм, кожаная крага. Берем три штуки. Так, это у тебя есть шляпа с пером, тоже берем три штуки. Что, нам вам жевать, что ли? Шелковая рубаха, кстати, да, у нас же одна у Виви стоит, одна у Гарнет, видимо, по стандарту, так как она принцесса. Ну и Зиданчику. Давайте экипируемся. Кортик. А, ну да, все равно. Шляпа с пером. Так, стоп, кожаная крага. И шелковая рубаха зашибись. Супер. Сохраняемся, уходим. Надо еще Виви найти, его, по-моему, там немножечко похитили. Я просто оставлю Штайнера в покое и вернусь в гостиницу. Ну и пойдемте, правда, Штайнер. А где он, Штайнер, дадите? Этот звук, кстати, был? Видимо, был. Видимо, я уже довольно много. Простите, я задремал. Вас ждет друг. Мда. Боюсь спросить, кто. Ты давно здесь? Так, слушайте, я извиняюсь. Я сейчас буду немножко двигать микрофон периодически, потому что я не понимаю, как его лучше поставить. Я сказала Виви, чтобы он возвращался. Он уже должен был... Он уже должен скоро вернуться, господи. Как тебе эта деревня? Кажется, она совсем не похожа на замок. Как бы, да, логично. Да, дети очень непосредливые. Есть на что посмотреть. Я никогда в жизни не гуляла так свободно, но... Где все взрослые? Да. Я раньше видел их работающими на ферме за деревней. Но это маленькая ферма. Да. Здесь происходит что-то странное. Мы уйдем, как только Виви вернется. Ну, а как же Штайнер? У меня есть план, как пройти через южные врата. Это будет легко. Остальных они не ищут. Так что мы просто спрячем тебе. Забудь те железяки. Предоставь... Предоставь все... Господи, предоставь все мне. В это время. Штайнер. Складывание дров окончено. Жду указаний. Моя работа следит за прилавком. Зачем вы все это делаете? Прости. Ну, теперь, когда у тебя есть время... Может, ты познакомишь меня со взрослыми? Например, со своим отцом. Мой отец не вернется до вечера. Другие мужчины тоже работают. Они не появляются с днем. Паба, наверное, является главным источником информации. А, мне не нужно спрашивать взрослых. Позволь задать вопрос. Мне нужно знать, какими средствами передвижения пользуются люди в этой деревне. Я не могу назвать тебе причину, но есть... Но есть кое-кто, кого... Я должен доставить в замок? Вы из замка Александрии? Так точно? Я командую королевскими рыцарями Плута. Я Адельберт Штайнер, капитан рыцарей Плута. Рыцарь Плут? О! Ну, если вы из замка, думаю, тогда вам можно сказать. Пожалуйста, идите в обсерваторию на вершине горы, которая находится на окраине деревни. Там живет старик Морит. Он следит за грузовым кораблем. Грузовой корабль? Ага, эта куча мусора прилетает в эту деревню. Спасибо. Подождите. А? Спасибо за уборку. Не за что это. Я должен поблагодарить тебя за помощь. Я должен спешить. Добродушный здоровяк. Старая тема, да? Штайнер не такой уж плохой, да? Как оказалось, всем было наплевать, что мы пробрались в их дворец. Но короли что-то спрятали в своем дворце. Что-то не так? Я тебя утомляю. О, нет, твоя история очень интересная. Но я беспокоюсь о Виве. Почему он до сих пор не вернулся? Ты права, он опаздывает. Штайнер может о себе позаботиться, но насчет Виви я не уверен. Пойдем поищем его. Так, замечательно. Тут точно больше ничего не появилось? Не, это уж хрен. Сейчас 100 гилей тебе платить. Хотя 100 гилей это не так уж и много. Хотя, с другой стороны, у нас все и так замечательно. О, кстати. Шляпа с пером. Кожная крага. Ну, у тебя, да, у тебя по стандарту все зашибись. Не знаю, зачем я смотрю аксессуары, когда мне это не надо ни разу. Ой, стойте, подождите. Мы же отдали письмо, но может быть и у Гумы тоже есть что-нибудь? Что будешь делать про честь почты? Нет. Все, понятно. Так, идем искать Виви. Он был в последний раз... Погоди минутку. Последний раз, когда я видел Виви, он стоял вон там. Ты кто? Вы не видели маленького паренька в большой шляпе? Паренька? Я никого не видела. А, конечно. Интересно, он что-нибудь сам может делать? Ты про кого? Я слышал Чукоба. Виви говорила, что он слышал здесь Чукоба. Чу-чу. Кто-то плачет? Чу-чу. Вот это на самом деле. Это доносится из дыры. Виви? Съедан? Виви, ты где? Ты под землей? Ты можешь двигаться? Они сказали мне оставаться здесь. Ты ранен? Нет. Не волнуйся, мы вытащим тебя. Мы быстро. Оставайся на месте, ладно? Ладно. Что творится в этой деревне? Здесь должен быть вход в подземелье. Пойдем поищем. Хорошо. Отлично. Виви кто-то тиснул. Похоже на тихую деревушку. Все еще... Мы выпустим тебя. Так, ладненько. Пойдемте наваляем. Тем, кто это сделал. Надо их сперва продать найти. Эй, женщина. А, все то же самое, да? Я могу спросить кое-что? Что это за странные знаки снаружи деревни? Извините, я сейчас очень занята. Вы не можете мне помочь? Может, это какой-нибудь стиль? Стиль? О чем это вы? Да. Может быть... Сходим, сходим в магазин. Может быть, там нам что-то скажут? Добро пожаловать, Си. Ничего нового ты мне показать не хочешь. Что это там было? А, все понятно. Все, ладно, убедим. Ладненько. Пойдемте, зайдем. Сюда. Хм. Разве не очевидно? Сюда дует холодный ветерок спуститься. Хорошее место. Люблю подземелье. Ох, люблю. Тут ничего. 156, нифига. Побежали спасать Виви. Вообще-то, учитывая, сколько мы... Это не... Чуркоба. Простая подземная фабрика. Что происходит? Почему он шевелится? Это правда, что брат мэра нашел его? Полагаю, они помирились. Его брат теперь один из нас. Разве раньше он не был на стороне старой дамы? О, ты про запущен... Запущенные фирмы? Он, наверное... Фу, ты господи. Он, наверное, говорил так, потому что поругался с мэром. Да какая разница? Нам нужно еще рабочий. Эй, давай запихнем его в ящик. Думаю, ребята в замке позаботятся о нем. Замок? О, Даггер что-то там шевелится. Ага, мы ответственны только за производство. Ясно. Знаки на этой бочке. Теперь пошли. Быстрее. Виви! Какая сволочь. Зам, подожди. Боже, эй! Рабство, рабство! В Final Fantasy IX есть рабство. Что такое? Ты видел большую коробку? Бочку за сараем. Я взяла точно такие же знаки на бочках в замке. Это место как-то связано с замком Александрии. Я должна знать, что это? Пожалуйста, я прошу тебя. Не надо пока устраивать неприятности. Хорошо. Не придется, если ее будет в опасности. Согласна. Хорошо. Хорошо, пойдем. Они пошли дальше внутрь. Мне вот, кстати, все предлагали сменить... Цвет. Так, стоп. Цвет окна. Классика. То есть синенькая. Ну, не знаю. По-моему, не смотрится вообще. Ну, вообще не смотрится. Все равно, для чего эти бочки. Когда я думаю об этом, мне... Я даже читать не могу с ним, нормально. Все это кажется мне странным. Да ну нафиг. Ужасно. Еще и так режет глаз. Здесь это не выглядит. В Final Fantasy VII это идеально выглядело. Так, где это было. А тут? Позели отлично. Не так-то сложно читать этот шрифт, когда он так на весь экран у меня. Почти на весь. Но, тем не менее. Чокоба. Чокоба-баба выпустим теперь. Нельзя, видимо. О, я вижу шапочку мугла. Максить. Я хочу попросить тебя о продолжении, Купо. Я хочу, чтобы ты доставил письмо для Мокки. Хорошо. Спасибо, Купо. Так, запись. Давайте запишемся. Чисто, чтобы было. Мне эти крылышки убивают просто. Так, ладненько. А, не туда! Ну, ладно. Главное, потом, если что, не напутать. Все, ушел. И же, мать. Тут ничего. Стоп, 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 стоп. Кольцо, похоже, заржавело. Ударить по нему. Каратист, Зидан. Еле. А еще раз ударить можно? Там еще второе вон. Так, где мы? Давай. Бежим. Берем. А, внизу еще. Железный шлем. Отлично. Это мы ударим Штайнеру потом. Эй. Ну, давай. Да не в ту сторону. Да-а-а-а. Неужели нельзя здесь спрагнуть где-нибудь? Да ладно, быть не может. Вот. А, не помню, кстати, куда нам. По-моему, нам туда, наверх, но... Неужели тут ничего нет? Видимо. Видимо, нет. Да ладно. Ну, ладно. Нет, так нет. Что, черт возьми, это такое? Зидан. Что такое? Кто-то плачет. Как они услышали? Виви? Зидан? Это ты? Я выпущу тебя. Зачем ему понадобилось запихивать тебя в ящик? Как они могли? Потом поговорим. Держись! Открыто! Что случилось? Когда-то ушел, какой-то человек схватил меня и притащил сюда. Они сказали мне оставаться на месте. Я так испугался. Я не знал, что мне делать. Они спросили меня, почему я был на улице. И потом они сказали, грузовой корабль еще не прибыл. Я не знаю, о чем они говорили, так что я ничего не сказал. И потом они сказали, давай включим его в сегодняшнюю партию. И они запихнули тебя в этот ящик? Да? Ладно, я рад, что ты в порядке. Слушай, Виви, ты должен сделать что-нибудь в следующий раз. Ты можешь попробовать закричать в ответ или типа того. Закричать. Ну да, типа... Пусти меня, дерьмач! Дерьмач? Можешь так. Это удивит врагов, и ты сможешь выиграть время. Понятно. Мне нужно попросить тебя в одолжении, Виви. Мы хотим проверить, что там впереди. Я не знаю, может быть, ты не в восторге от этого, но... Зидан, я тоже хочу узнать больше. Смотри, что это за штуковина? Ладно, пойдем все вместе. Ну, супер. Ну, супер. 95 гилей. Я все еще думаю об этом слове, дерьмач. Надо было там что-нибудь другое сказать, чтобы он веселее был. Это яйцо? Это машина делает яйца? Это не мотор мглы, но оттуда валит мгла. Ненавижу это слово. Мне его сложно произносить, почему-то. Смотрите, подождите. Это дым? Нет, это... Это мгла? Открути. Конечно, давай посмотрим, что там. Зря я это сделала. Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири. О, что это? У них что, шапочки с сеном, что ли там? Ладно. Так, гром это плохо. Мачи-зидан. И пошел. Ну, точно, они с одного удара умирают. Слава прокачке. Замечательно. Сложного это не было. Что нам? Там дадут ходить. О, детект. Мм, детект это сканирование, да, у нас? Сейчас проверим. Монстр мглы, да? Ой, только не говорится, что мне сюда и надо было. Нет, не надо было. Как много машин. Что они здесь делают? Похоже, они посылают мглу в машину наружу. Из чего сделаны эти яйца? Я бы это назвала больше коконами, чем яицами. Получено воскрешение. Да че? Че тут? Вон, я еще один вижу. Замечательно. Все, ничего. А-а-а-а-а-а. Это было внезапно. Мне почему-то казалось, что здесь не будет рандомных боев. Ну, ладно. Есть, так есть. Ой, еще и сзади, сволочи. Как жаль, что у нас даггер... Гарнет. Надо было все-таки поставить ей другое имя, а тогда даггер как-то долго говорить, не знаю. Непривычно. А, черт, они же у меня, из-за того, что они сзади напали, они меня ряд поменяли. То есть магия теперь не сзади стоит, а спереди, а Зидан сзади. Поэтому у него такая маленькая. Черт. Замена. Нет, замена. Ну, это, видимо, здесь замена... Ой, блин, это плохо. Зидан. Смена, да. Все правильно. Давай, Виви. А, все, все. Гарнет добила. Ладно. Так, они же только на бой, да, перестраиваются, да? Это мало ли. Стоп. Подожди. 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 Назад. Там был восклицательный знак. А это мы... Все, мы это уже посмотрели. Замечательно. Ну и ладно, все. Нафиг отсюда. Бежим. Так, стоп. Нельзя тебя никак? Пусто? Да? А-а-а-а. Черт. Кто на этот раз? Опять эти летающие черные пиявки? Тири-тири-тири. Ух, ты же, боже, кто это? О, задом, слушайте, какой-то зомби. Отлично. Мы застали его врасплох. Мачи, Виви. Критически. Ух, хорошо. О, кстати, надо было посмотреть. Сканирование там у Зидана. Проверить, что как. Сейчас оценим. Где же это было? Да, вот спасение и детект. О! Убийца чудовища. Добавление салона. Замечательно. Что это дает? Добавляет эффект статуса оружия при атаке. Так, яркий глаз спасает от тьмы. О, это замечательно. Это вообще шикарно. Спасение от тьмы. Это всегда хорошо. И, кстати, у Даггера, по идее, тоже должно было появиться. Может, и экипиров кто-то купили. Но у нее почему-то нет ничего. Таинственным образом. У Виви вообще-то тоже должно быть. Но нету почему-то. И Харинбурж с ним. Железный шлем, кстати. Это у него напялиться? Нет. Все-таки он вор. Ну, ладно. Допустим. Чукобо и трава Гесала? Чукобо вращает кольцо конвейера. Почему бы им не использовать технику для этого? Ну, да. Издеваются. Но Чукобо, смотрите, повесили. Прям бедный Чукобо. Вот это еще одна непонятная мужчина. Похоже на мотор мглы на театральном корабле. Есть такая. Я почти заглянула внутрь. Но я ничего не смог увидеть. Я только слышала какой-то звук. Яйца вводятся. Вот-то. Как посмотреть? Неужели посмотреть никак нельзя будет? Или это потом будет? Я просто не помню. Не хочется ничего пропускать. Вот детект наш. Что он делает? Дай посмотреть вещи. Вещи. Давайте тиснем что-нибудь. О, нет. Зря я это сделал. Зидана, я думаю, пора лечить. Нет, стоп. Давайте кого-то сделаем. Ах ты сволочь, зелья. Ах ты, тварь. Ладно, я тебя убью за это. Зелья, в принципе, не самое страшное. Надо бы дайбер, наверное. Ах, сволота. Сволота. Они воруют мои зелья. Ладно, ладно. Одного убьем, а остального... Точнее. А, нет, только не побег. Украл и сбежал, тварь. Или умрет сейчас, да? Да. Блин. Сволочь отрусливая. Зараза. Ну ладно, не самое страшное. Что могло произойти? Ой. А, что это? Они... Не все одинаковые, но... Они выглядят как Виви. Что это? Это куклы? Кто-то идет. Виви, Таггер. Что же это? Мама стоит за всем этим. Есть только один выход. А, что ты делаешь здесь? О-о-о. Извините, но сидите тихо. Эй, ты ничего не слышал? Не-а, не слышал. Ладно, показалось. Уже почти пора. Побыстрее не можешь. Я слышу тебя. О-о-о. Ситан? А-а-а. А-а-а. Виви. Прошу прощения. Я должен сопровождать особо высшего ранга в замок. Когда прибудет грузовой корабль? Хм, неплохо. Ты у меня на пути. Я не уйду. Хм, для чего они используют это место? Понятно. Я так прикалов, как он бегает. Мне нечего тебе сказать. Как-то нечего. Сейчас будет чего. Я сейчас тебе мечом по голове стукну. 135 гелей. Тихо. Ничего. Сильно зелит. Хорошо. Я не могу уйти, пока не узнаю, когда прибудет грузовой корабль. В общем, да. Логично. Слышь ты, старик. Лучше бы тебе сказать мне. Инструкция. Погрузка осуществляется каждые два дня. Выходные перевозка не осуществляется. Корабль прибывает утром, если уровень мглы незначительный и после полудня, если мглы много. Важно. В случае опасности сменить лак на обсерватории на желтый. Запах кофе успокаивает меня. Не хочешь чашечку? О, спасибо. Я здесь не для того, чтобы кофе пить. Скажи мне, когда прибудет грузовой корабль, иначе же... Иначе же Александрийская королевская семья конфискует эту собственность. И что? Я приказываю тебе, скажи мне, когда прибудет грузовой корабль. Скажи сейчас же! Следователь, из тебя никудышный. Я просто стараюсь поступать правильно. Кто решает, что правильно, а что нет? Ты? Любой может сказать, что правильно, а что неправильно. Ха-ха-ха, все еще зелен, как огурец. Когда прибудет грузовой корабль? Он уже здесь. Он сейчас должен быть на погрузке. Почему же ты раньше мне не сказал? Спасибо. Ну ладно. Там, 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 вон он, вон он кораблик. Так как он узнал. И как? И как-то, да? Здесь что? Что-то такое до грузового корабля? Ну, вон же он наверху, да? Или нет? Или да? Или куда нам? Или в другом месте он находится? А, он точно уже в другом месте. А! Это действительно грузовой корабль. А что это за гудение, кстати? Я только сейчас обратила внимание. А, господи. Ладно. Теперь я могу отвезти принцессу обратно в замок. Теперь мне нужно подумать, как посадить ее на корабль. Что? Слушайте, правда... Все, все, отпустила. Слава богу. Что-то появляется из-под земли. Бывает такое с эмулятором, не обращайте внимания. Переклинивают их иногда. Интересно, зачем им они? Мы уже их столько наклепали за те полгода, что работает фабрика. Да какая разница? Это ерунда по сравнению с сельским хозяйством. Да и денег побольше. Эй, кто-то бежит к нам. А, этот... Ну, только я могу прочитать совершенно по-другому. Ну, да ладно. Сваливаем отсюда. Бочка. Что в ней может быть? Что не могут перевозить из этой деревни? Что за... Мне показалось или бочка шевельнулась? Стукнуть мечом. Стукнуть мечом понадобиться подольше. Я где-то уже видел эти знаки. А! Она шевелится. Хорошо, оттолкнем еще раз. Ага, говорящая бочка. А-а-а! Принцесса, что происходит? Ты негодяй! Это твоя работа! Штайнер, пожалуйста! Да, ваше высочество. Зидан, я не знаю, что сказать. Виви, я думала, что в замке происходит что-то странное. А, я не думала, что в замке... Господи, ну что со мной? Не могу я местный шрифт читать вообще никак. В Final Fantasy 7 еще как-то обходилось, а то что-то совсем страшно все. Мы точно не знаем. Давайте держаться рядом с Виви. Сейчас не время для паники. Я как-то должен посадить принцессу на борт грузового корабля. Потом мы можем отправиться обратно в замок Александрии. Эй, железяка, ты знаешь, куда летит корабль? Люндблюм. Да, в Люндблюм. Это то, что нужно? Ты спрашивал у кого-нибудь? Старик в хижине не сказал. Мне это скорее всего так. Ты странно себя ведешь. Сюда что-то приближается. What the fuck? Принцесса Гарнетт, королева, ждет вас в замке. Вас всех послали из замка? Черт, второй вальс, по-моему. Что? О чем это ты говоришь? Вы все были без сознания от снежной бури. Он сказал, что он черный вальс. Ты тот, кто победил номера первого? Я черный вальс номер два. Моя сила, магия, скорость гораздо мощнее, чем у номера один. С этим сопротивлением бесполезно. Пойдемте, принцесса, королева ждет. Нет, я не вернусь в замок. Пойдемте со мной, или вы пожалеете. Стой, я Штайнер должен сопровождать принцессу обратно в замок. Хе-хе-хе, думаешь, мне не все равно? Я не позволю тебе встать на моем пути. А, ну, ну, ладно. Пускай будет так. Черт, босс, я не была к нему готова. Ну да, ладно. Сейчас победим. Будет хороший повод закончить. Принцесса, стойте на месте, пока я не убью их. Вам не остановить меня. Сейчас. Слышь ты со своим телепортом, поаккуратнее, что ли? Ладно, мы пока посидим в защите. Давайте идти с ним у него что-нибудь. Вдруг полезное попадется что-нибудь. Это как ты используешь огонь! Э, ты так используешь? Типа, вот так вот надо. Это было неприятно. О, пусть она транс, отлично. Это хорошо. Очень вовремя, скажу я вам. Хотя, лучше, конечно, было чуточку попозже. Ну да, ладно. Так, все, вроде наш шляп. Блин, у него сейчас закончится этот транс, это будет плохо. Дайте виви подлечим. волна пламени и... Ой, черт, виви окочурил или чистую. Давайте волну пламени или чистую энергию. Ой, я даже не знаю. Волна пламени по идее должна больше жизни отнять. Потому что она как бы появилась попозже. черт, виви окочурилась это плохо. комбинация не сработала. Ну еще бы. Оу, мне это не нравится. Гарнет, лечи. 427, отлично. А, воскрешение. Мне нужно виви воскр... Я же говорила, я не была к этому готова. Какого? А. Это неприятно, скажу я вам. Воскрешение. О, давайте вы только сейчас мне не будете кидать все это дело. Ладно, сейчас. Немножко расточительства, но... Ой, не надо. Давай на одного на кого-нибудь. Черт, а почему надо было это сделать именно на Штайнера? Мне же опыт нужен, черт возьми. Черт, она кочурится сейчас, да? Да. Все, закончился. Да. Почему? Ну ладно. Это было не очень легко. Здесь еще так неудобно, когда вот приходится выбирать, кому кинуть зелья там или еще что-нибудь, потому что загораживают эти все окошечки. Все просто. Черный вальс номер 2. Моя мать действительно послала его, чтобы схватить меня? Этого не может быть. Как можно верить словам какого-то бандита? Он просто преступник, замышляющий использовать принцессу в своих коварных планах. Разве я не была достаточно осторожной? Скрыть ваше благородное воспитание очень тяжело. Это не совсем так. Ты не видел. Дагер действительно сильно старалась. Единственная проблема это ты ходишь и всюду вопишь принцесса. По поводу перехода границы. Да? Почему бы нам не рвануть на этом корабле? Несомненно, дорога до Ленблю не покажется нам такой чудовищно долгой. Я хотела сказать, мы не устанем. Но почему бы нам сначала не отдохнуть перед поездкой? Отдохнуть в гостиницу. Ладно, давайте вернемся в деревню. Виви, со мной ты будешь в безопасности? Да, Виви, конечно, очень жалко. Давайте пойти. Нет, пойти обратно в деревню. А, все, понятно. А, ну ладно. Это было не очень просто. Вполне возможно после этой серии я пойду немножко побегаю по полям. Попрокачиваюсь, потому что впереди нас ждет не очень прекрасный перелет. Так, а не большой. От него веет холодом. О, простите. Я думала, они уже их поймали. Эй, я знаю, что она красавица, но не стоит на нее так таращиться. О, нет, я смотрела не на юную леди. Комната прямо за этой дверью. Теперь вы поняли, да? На кого он смотрел? Не веришь ли нас? Я надеюсь, они опять не похитят нас? Хм. Так, ну тут вроде уже все, как бы. Братва. Запишемся, купу. В общем, ладно. Давайте на этом замечательном моменте завершим данную серию. Я надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. А, в следующий день мы пойдем полетим, полетим типа того, в Люнгвелем. На самом деле, это коварный план Штайнера, и мы полетим, конечно же, в замок Александрии, но да ладно. А вообщем, что делать вы знаете? И всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи. Пока-пока. Пока-пока.